Это кинезиотерапевтическая установка. Система позволяет проводить достаточно активные занятия с пациентом физическими упражнениями, исключая вес тела. Это нужно при разработке конечностей после перелома. Заниматься на этом тренажёре также могут пациенты с черепно-мозговыми травмами и после эндопротезирования суставов, а также парализованные больны. К примеру, парализованный человек не может поднять ногу из-за её веса. Благодаря этой системе ногу можно подвесить, и пациент сможет совершать минимальные движения. Она позволяет реализовывать различные реабилитационные методики, технологии. И позволяет заниматься пациентами с крайними дефицитами. Так и данные методики применяются в спорте высоких достижений. Здесь врач-реабилитолог не ограничен в возможностях, и эффект достигается буквально с первых занятий. Про крайний дефицит я имею в виду парализованных больных, которые прикованы к постели, которые не могут выполнять движения в связи как раз со своим дефицитом, которые должны активироваться как можно раньше. Потому что чем раньше идёт реабилитация, тем она эффективнее. Оборудование для больницы Середавина закуплено на средства нацпроекта здравоохранения. Это аппараты с биологической обратной связью, роботизированная механотерапия, кинезиотерапевтические установки, которые применяются в реабилитации пациентов с различными заболеваниями. Все аппараты российского производства. Каждый рассчитан на определённый сустав. Специалист по реабилитации задаёт нужную амплитуду движения, которую в процессе тренировок постепенно расширяют. Мы можем чётко дозировать и для пациентов, которые имеют выраженный двигательный дефицит, для пациентов, продвинутых в плане занятий физкультуром, спортом и так далее. То есть это достаточно широкий диапазон применения, который позволяет за счёт разгрузки веса тела увеличивать объём движения и проработать те мышцы, которые, скажем так, в обычной ситуации достаточно сложно добиться их работы. Реабилитация пациентов начинается с первых дней их появления в стационаре. После выздоровления разрабатывается комплекс упражнений, которые можно выполнять дома. При параличе улучшение заметно уже после второго-третьего сеанса. Играет роль и психологическое воздействие на пациента, который видит перспективу. Спортсмены после 70 процедур могут существенно улучшить свои результаты. Виктория Шара и Константин Головин. События.